всем привет вы на канале будни авто вышкаря погнали сегодня у нас прохладненько минус сколько 24 3 уже солнце ночью было намного холоднее достаточно потеплево чувствует значит что сегодня будем делать а сегодня мы будем делать вот что попробуем завести и сузи с нашим модным обогревом посмотрим насколько он вообще помогает займемся значит ютубом никуда сегодня не поедем в такой мороз немножко с вами поговорим пока суд да дело я не то что не езжу мороза вот потому что если мороза будут неделю две недели это не значит что надо сидеть сегодня дома но прогноз погоды говорит о том что сегодня крайняя такая буро морозная ночь и дальше будет теплее вот как раз в этом выпуске мы с вами поговорим про обогрева подогрева как как можно свой автомобиль защитить как ему можно помочь пережить холода гпс сопровождение активно но об этом чуть позже смотрим нашу свечу наклала свечу он покраснела но считаем до 15 все посчитали пробуем не так давно вот я помыл поставил почему-то она либо большой газ либо мало среднего не дано видать прихватила зарядочку но не знаю каким это результатом считать но все-таки каким-то это можно считать результатом поскольку она в принципе завелась вот и не скажу что это было плохо плохо может я и зря конечно помыл пускай погреется установочка для чего дергаю машину в мороз все равно мне надо было заводить вот ну ладно сейчас машина прогреется корзинку зацепим перейдем в офис и там уже поговорим про обогрева ну в общем перебрались мы в тепло закончил я тут свою печатную волокиту как-то отношения переходят с заказчиками по автовышке особенно более на договорные то есть более юридически закрепленные скажем так поэтому ну им спокойнее мне спокойнее потихонечку осваиваем это ну ладно сейчас не об этом значит по поводу холода и обслуживание эксплуатирования техники в холодное время года ну скажем так разговор пускай будет идти от от минус 15 градусов ну пускай от десятки плюс минус потому что влажность везде разная везде эта температура чувствуется по-разному пускай от десятки все что я сейчас расскажу это опять же на выводах на своих на своем опыте я не считаю что я могу навязывать это мнение свое но она имеет место быть поэтому прислушайтесь не прислушайтесь но как бы вот так значит сделать эту небольшую подсказочку потому что информация много чтобы ничего не забыть значит весь обогрев ну для эксплуатации двигателей моторов да и в принципе автомобили целом я бы поделил на четыре этапа значит по степени важности и ну сейчас все поймете значит первое аккумуляторы аккумуляторы и обогрев самого двигателя если замерзнет у вас что-то из этого дальше список вообще не актуален вы просто не запустите двигатель моды все аккумуляторы значит какой здесь момент есть во первых они должны быть свежие новое там есть у вас восьми десятилетние этому кому-то и так везет для них есть куча всяких шуб обогрев с пластинами без пластин опять же сейчас все что в этом списке будет я буду делать себе в следующем году почему не в этом потому что вот сейчас за двадцатку но это буквально на день на два дальше тепло и бежать покупать то что стоят три четыре тысячи в магазине сейчас и использовать это три дня и можно все то же самое купить на алиэкспрессе за там 500 рублей я просто не вижу в этом смысла ну поехали значит первое аккумуляторы с все понятно они должны быть новое я на у меня на обоих машинах новые аккумуляторы на грузовых и на легковушках и посоветую я вам все уже знают варта бошь больше испортился вата не варта не испортилась много-много аккумуляторов разных я для себя опять же у владельцев японских грузовиков подсмотрел такие аккумуляторов у рукава battery кто-то может скажет отвечу не знал что ли про них я не знал как оказывается это аккумулятор они без рекламы без ничего они идут с завода на японские иномарки устанавливаются сразу и у них такая достаточно добротная упаковка я вот поставил себе фурукалу в том году на мнипулятор не было ни разу чтоб я не запустил мотор по причине аккумуляторов что-то было один раз там с топливной системой не помню уже я не смог запустить машину но это был один раз все к аккумуляторам вопросов вообще никаких нету по крайней мере этой марки на легковушке у меня стоит все то же самое никаких проблем бум снял поехал у какой вампираж вольтаж это вы уже смотрите по машине по своей по применимости но рекомендация вот такие вещи дальше обогрев двигателя это то что уже было в роликах вот это догреватели двигателей то есть какой марки опять же смотрите сами я себе поставил вот эти серверс и сейчас дальше будет видео ряд где я как раз мороза запускаю автовышку на одном и манипулятор на втором как это все выглядит принципе забегая наперед достаточно достойно вот это считаю то что надо в первую очередь чтобы вы в принципе могли хоть как-то эксплуатировать автомобиль потому что я считаю да вот в морозы надо ездить дорого ну действительно дорого иначе зачем мучить технику за копейки и заказчики сейчас очень тяжело расстаются деньгами и они слышать не хотят о том что у меня не запустился мотор я не за его машина к вам не при не могу приехать извините вам в линии позвонит больше это позор так и есть поэтому аккумулятор и обогрев двигателя это гарантия того что у вас в принципе запустится машина мотор дальше вторым пунктом я бы поставил обогрев топливной системы вариантов куча вариантов куча это и обогрев самого фильтра топливного это и обогрев бака вот я так думаю конструктивно мне смысл оставить обогрев фильтра нету потому что он у меня в подкапотном пространстве а вот обогрев топливного бака вот как из гидравлика забегая наперед я скорее всего либо поставлю себе тем на 24 вольта кипятильник вот либо такая есть пластина она лепится на бак вот и буду от ней надо только понять они есть там 200 ватт есть 150 400 я просто не электрик не понимаю меня с электриком проконсультироваться сколько ватт может выдавать компенсировать без вреда для бортовой системы генератора дальше от этого буду плясать вот то есть топливная система понятно что антигель периодически заливать если сильные морозы потому что опять же в видеоряде увидите можно заправиться и нормальной заправки и после этого будут некоторые приключения вот значит это проговорили гидравлика гидравлика то есть шасси у вас запускается машин двигатель запускается шасси приехала холодные цилиндры то есть понятно можно поработать стрелой поработать лапами все это разогнать час постоять подождать пока это все прогреется но если на автовыжке например вы ее запустили вы стоите на объекте все это будет видеоряде и вы его ну вот она вас отработала там 13 10 часов там 9 смены насколько у вас 7 то манипулятор вы погрузились погрели приехали опять погрузили загрузились а заказчику а быстрее быстрее а я вам чего плачу а чего вы стоите а приезжайте там раньше а мне ждать некогда то есть да начинаются вот эти конфликты и на непрогретых стрелах до цилиндрах элементарно может выдавить манжеты и закончится ваши все поездки долгим нудным ремонтом стоянием в очередях на ремонт потому что вы такой будьте не один это сезонная болезнь скажем так чем грейс гидравлику то же самое как и топливную систему то есть я прилили в основной масло бак я вставлю либо 24 вольта кипятильник либо нагрею либо эту липучку прилеплю пластину вот и и понятно что она до красна ни разу не нагреется но до рабочей температуры в минус а мы говорим только минусах вполне это поможет ну и наверное последний пункт по обогреву по эксплуатации я бы добавил кабину кабину это ее утепление пример вы увидели в одном из выпусков как я в автовышке это сделал вот и сухой фен потому что если на автовышке все в роликах сейчас увидите можно встать и работать там смену 7 6 5 часов и не глушить при этом машину то на манипуляторе можно встать на под погрузку под разгрузку сколько она пройдет неизвестно вот и честно говоря там как на удивление почему-то печка хуже наверное потому что кабина больше вот и чтобы зря не мерзнуть и как-то набрать рабочую температуру чтобы это даже там в дороге не вы сильно выдувало рекомендую поставить фен вот сухой сухой фен вот он будет сам поддерживать температуру которую назад зададите ему либо нам там до до определенного уровня нагреваться отключаться но с этим все понятно вот поэтому по обогрева проговорили я все что из своего же списка не реализовал постараюсь реализовать к следующей зиме вот не особо большие вложения просто это надо во первых время во вторых это надо не спеша почти все комплектующие если не все заказать спокойно с алика и пускай она придет ну и устанавливать там ничего хитрого нет просто в двадцатку это делать совсем не хочется вот в принципе все дальше предлагаю видео подборку видеоматериалов то что заснимал наснимал за недельку куда ездил на чем ездил какие заказы были вот и в принципе все приятного просмотра чайок печеньки взяли лайк поставили подписаться не забыли дальше мы будем подводить какие-то итоги в следующей серии будем подводить итоги и цифр работы в зимний период что получилось манипулятором что получилось с автовышкой вот как мы пережили этот не сезон потому что средней полосе ну по по крайней мере в петербурге считается начало сезона 10 марта ну условно такая дата понятно не по теплу а как-то уже но не знаю не мной придумано многие считают 10 марта праздники отпраздновали первое весенний все сезон потихонечку начинается голодный январь прошел непонятный февраль заканчивается все приятного просмотра обратная связь всегда стараюсь сдавать всем привет вот снимают немножко по заказам заказ такие с ребятами на пятерочку вершин кондиционер но я просто на грузовой лифт сюда надо поднять но фишка не в том фишка не в том фишка не в том фишка господа вот в чем будете заправляться на птк будете стоять как я приехал на заказ все хорошо разложился и заглох благополучно это хорошо у ребят оказалось грелка вот это и здесь быстрый старт неподалеку а то вот так можно на заказ приехать и очень недолго радоваться так что имейте ввиду морозы дело такое все ладно всем пока ну все ребята освоили джойстики сами все делают а я периодически посматриваю как там мое летнее топливо выживает вот такая вот красота у нас и такая красота такого позора у меня еще не было надо будет срочно ехать заправляться нормально топливо причем морозить у меня еще ну ладно с другой стороны могло быть хуже я мог не доехать а встать где-то в дороге тогда бы я не купить не подвезли бы меня за быстрым стартом и тогда бы я не купил топлива и не было бы у меня этого баллончика который меня греет так что такие дела ладно привет приехал сейчас на заказ будем грузить какой-то киношный реквизит какой-то часть самолета или кусок или полностью самолет ну посмотрим сниму вот пока жду заказчика думаю поделюсь своими наблюдениями что надо с собой возить после вчерашней истории с газоном добыла пятница сегодня суббота там 9 утра вот решил докупить немножко вещей для зимних поездок потому что так понял неважно где-то запал заправляешься стрелять можно в любом случае к этому надо хоть немножко быть готовым потому что вчера я не доехал до заправки на газоне от ребят поехал даже до ближайшей машина замерзла мне пришлось на грубой фильтр очистки одевать перчатку и поджигать ее пшика эфиром я собрал пробку это посреди дороги вот было не до контента но было бы знатно вот короче кое-как там пердячим паром доехал вот и теперь что такого не было вот в каждую машину купил следующие вещи перчатки то понятно газовый баллончик по две бутыли удалителя влаги купил такой пьезопистолет чтобы можно было спокойно погреть подогреть дальше здесь нету уже залил сейчас полный бак с собой просто не вожу купил антигеля чтобы разбавлять им топливо и в принципе я думаю такого походного набора мне должно хватить просто ближайшая неделя но по-настоящему достаточно холодно и сегодня там не жарко было там наверно минус 17 поэтому следующей неделе обещаю там от 15 до и за двадцатку чтобы быть готовым все на антигеле где бы я не заправлялся с собой вот этот пьезопистолет баллончик с газом на всякий случай и в принципе ну на всякий случай удалитель влаги плюхнул надеюсь больше у меня таких приключений не будет вот ну дальше чего день обещает быть длинной сегодня вроде как на целый день заказик вот поэтому сниму как есть дмитрий у меня отдыхает выходной поэтому на манипуляторе катаюсь пока сам я вам скажу что после газона манипулятор даже 30-летний это просто сказка тут ну не не передать восторга вот поэтому все познается в сравнении ладно чего сейчас дождемся пока загружусь пока привезу ну а дальше что будет интересно сниму ну в общем загрузился первой ходкой ну это действительно самолет два самолета вот так они выглядят собраны они из говна и палок но тем не менее два самолета можно будет резюме хорошее написать если вдруг буду устраиваться водителям скажу самолеты возил по две штуки на манипуляторе вообще не вопрос о так что какие-то такие дела ладно чем в общем 2 охотка 2 охотка самолет 2 такое модное подбитые чуть-чуть ну ладно красную тряпку я повешу все дела сейчас посмотрим что внутри 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 вон приборы все как положено оооо вот такой он конструкция все ищем ищем дальше покажу потом что за место куда я их вообще вожу в общем самолетная тема продолжается теперь задача вот эти самолеты с крыльями перевести ну вон синий складик туда вот это уже продолжение будет продолжение сегодняшней работы ну что проверяем в действие догреватель сколько сейчас поставил термометр 16 градусов для чего поставила термометр на одну машину на вторую чтобы понимать сколько мне по времени надо греть ориентироваться потому что температура потому что температура в городе может очень сильно разница с температурой загородов вот и мне чтобы ориентироваться понятно что может быть это кто то скажет это лишнее но я решил вот так делать чуда не жду что прям с первого раза и на все деньги заведется но должно быть полегче чем вы видели в прошлый раз так масса ключ на старт гонка будет вот вот раз два три опс я выключил массу значит я ее бляха я ее забыл значит выключить в прошлый раз возможно проблема теперь врубаем свечи на кого ждем что то телефон никак не сфокусируется ждем около 15 секунд и будем сейчас пробовать свежо свежо куда едем едем работать ну как вы поняли на вышке на сменку нас пригласили и поехали оооо та даже другое крыло всегда бы так замечательно Жаль, конечно, что аккумуляторы выключил, забыл. Сейчас главное, чтобы не прихватило солярку. От этого уже никто не застрахован. Да нет, мы ничего набираем. Ладно, переодеваемся. Едем поработаем, включим раздаточку покреться. Вот так все. Извините, что все смазано. Как-то сфокусироваться на морозе, но смысл, я думаю, понятен. Ну что ж, добрался я до объекта. Это Никольская, в которой у меня уже частый гость. Есть у меня по часикам. Дома поотвечаю. Покажу хорошую вещь, которую я себе купил. И обсудим один интересный вопрос. Значит, хорошая вещь. Это я купил вот такой тормозок. Советский тормозок. Потому что все остальное что-то не держит, с рукой не пробовал. Такого эффекта нет, который мне нужен. Все время холодное. Смотрите, какой вопрос я хотел обсудить. Вопрос следующий. Ну, вчера приезжали ко мне ребята, подписчики. И посидели, пообщались. Евгений приезжал, привет. Ребята хотят купить себе автовышку. Ну и приехали как бы за советом. У них уже свои решения есть промежуточные. Но заодно решили пообщаться, познакомиться. И вот смотрите, какая возникла интересная дилемма. Я для себя ее как-то решил. Вот. А вопрос на самом деле актуальный. Смотрите. Есть у вас, например, миллион. Ну, либо два. Неважно, какая сумма. Потому что суть вопроса это не меняет. Вот. У ребят два миллиона. Они хотят купить автовышку. И вот все обсудили на налогообложение, работу. Где как примерно искать. Никаких проблем не скрываю. Делюсь как бы. Вот. А самый главный вопрос. Что покупать? Что покупать? То есть у них сейчас двух миллионов. Это хватает на японскую вышку. Там середина девяностых. Может быть начало двухтысячных. И длиной она 16 метров. Опять же. Надо внимательно смотреть объявления. Потому что кто-то в честную 16 метров продает по горизонту. Кто-то 16 метров считает от земли в свечку. По факту она 14. Вот. И вопрос. Что покупать? Такую японскую автовышку. Либо. Пока никто не сказал, что может дальше не продолжать. Лучше японской ничего нет. Я соглашусь. Согласен. Но. Либо купить вышку отечественную даже, например. Но с более длинной стревой. Кто помнит, в первых роликах я это немножко касался. Это тематики. Потому что все, что ниже 18 метров. То есть, ну, это лично мое мнение. Я не навязываю его. Но я считаю, проходная величина, длина стрелы для автовышки, чтобы вы могли работать, искать работу и как-то были востребованы. Это минимум 18 метров. То есть, потому что вот даже в Никольске я приехал. Вокруг много таких городов. Колпино, да и у вас, наверное, в регионах. 18 метров это конек пятого этажа. Все, что ниже, вы просто не дотянетесь. И поэтому, кто помнит, те деньги, за которые я брал автовышку, можно было купить 17 метров полный привод, либо спальником, там, дубль кабиной, либо 18 метров, но вот такую, как у меня, да, без лишних наворотов. Так что ж покупать? Вот вас уже 250 человек, подписчиков. Отпишитесь, кто считает нужным, кто хочет поучаствовать в дискуссии. Что брать? Шасси, на котором, да, комфортно передвигаться, да, хорошо, но все-таки меньше работы. Либо, вот это, опять же, мое мнение, не навязываю, но это такая пословица, которую я сам для себя придумал, что в случае автовышки вы покупаете себе не машину, вы покупаете себе работу. Вот. И если, например, на манипуляторе, да, там разъезды, согласен, можно там за день намотать, ого-го, сколько, и хочется какого-то комфорта, то у автовышки задача, ну, как я считаю, весьма банальная. Добраться там, доползти до объекта, и спокойно там запустить мотор, и отработать смену. Вот. То есть, вот даже на этом газончике я перемещаю 60, 65, 70, 75, ну, плюс-минус, смотря куда ехать, как далеко. Не считаю в чем-то ущербном. Вот это мнение, что придется лежать под машиной, слушайте, ну, да, 10-летняя отечественная машина, ну, там, может, 12-летняя. Да, есть свои недостатки, та же проводка, качество запчастей, но такого, что я прям лежу под машиной, такого нет. Ну, как ни крути, у нее, понятно, моточасов было куча, уже даже никто не знает, сколько. А пробег 14 тысяч. 20-летний, даже 25-30-летний японец, да, он надежнее, но никто не скажет вам, что вы не будете лежать под этой машиной, потому что у нее там уже неизвестно, сколько кругов у спидометра намотало. Вот, поэтому, разное мнение. Как, вот, напишите, пожалуйста, как вы считаете, что бы вы себе купили, может быть, да, либо вы хотите, как ребята, вот-вот купить, и к чему вы пришли, и почему вы пришли. Что брать? Длинную, чем, как можно длиннее стрелу и шасси, ну, какое достанется, там, против двигателя мы не говорим, либо взять все-таки японскую машину, да, ну, там, японскую, неважно, иномарку назовем это так, и стрела покороче. Вот, в принципе, такая вот тема до диалога. Посмотрим, что-то будет еще поснимать, сниму. Так, в принципе, наверное, и все. Так что, на связи, всем удачи, всем пока. Кстати, к разговору про пятиэтажки, вот, работа на сегодня. Запаса осталось, ну, наверное, сантиметра сорок у нее. Все, ну, как раз до верха, до самого, она достает, тик-тик, и все. Поэтому 17 метров было бы мало совсем. Я уже, наверное, об этом говорил, но повторю еще раз. Какой, вот, когда платишь за управление автовышкой, да, ну, у тебя есть, ты получаешь такие бонусы. Ты пьешь спокойно чаек, вот, как кто-то у тебя работает. На улице пятнашечка. Такая вот красота. Все вымес. И, ну, а что делать? Бонжата надо колотить. В общем, несколько домов таких пятиэтажек, а потом пойдут двухэтажки. Может, на смену, может, больше. По факту посмотрим. Такие дела. В общем, время почти восемь. Начали мы с девяти утра. Вот. Ну, соответственно, встал я еще раньше, пока добрался до этого Никольского. А мы еще работаем. Мы еще работаем. Ну, здесь переживаний нет. Заказчик, хоть и же способный, там, прихватили их за одно место и сказали, что все сосудки, весь лед был убран. Вот. Поэтому, ну, в принципе, не так и много осталось, но все равно. Наверное, в эту серию хватит уже материала. За отключение хотел сказать, что январь-февраль манипулятор, вышка идут примерно 50 на 50 заказов. Ну, наверное, в эту серию хватит уже материала. Наверное, все-таки даже вышка процентов на... Вышка где-то 65 процентов берет. Даже 70, потому что манипулятор вышкой тоже очень много работал. И только 30 берет манипулятор. Поэтому как-то вот так. То есть в сезон, понятно, манипулятор будет это все рвать, но вышка, она плавно, потихонечку, но более-менее работенка практически всегда есть. Вот. Поэтому, если у вас несколько единиц, понятно, либо универсальная единица манипулятора вышка, понятно, а если вы в раздумии, что взять или-или, вот, думайте сами. Потому что... Вот такая вот статистика. И неважно, какой у вас манипулятор будет, 5-тонный, 10-тонный, то есть как-то одинаково заказов, ну, я просто отслеживаю заказы, что на один, что на второй. Если есть на первый, значит, есть и на второй. Вот. Может из-за того, что холода, хотя на вышках работает. Может, просто... Не знаю. Такие вот, в общем, цифры у меня получаются. 65 на 35. Все. Завтра сформонтирую видео, выложу, вопросы будут задавайте, обратную связь всегда по возможности стараюсь вам дать, комментарии пишите, ну и уж лайк поставите с колокольчиком, буду рад. Все. Всем спасибо, всем пока.